Всем здорова! Хочу рассказать сегодня про вождение, вообще про то, как я на права сдавал, как вообще получил права. Потому что была такая довольно долгая история. И еще в связи с тем, что сейчас собираются ввести новые налоги, новые пошлины на права, что там чуть ли не 6 тысяч рублей будет, просто тупо пошлины стоить для того, чтобы сдать на права, попытаться даже сдать на права. Вот один из подписчиков моих замечательных попросил рассказать про то, как я лично сам получил права. И вот я поведаю вам эту историю. Такая она была интересная, конечно. Все началось на самом деле очень давно, я уж не помню сколько лет назад, может быть 5, может быть больше. Сейчас не хочу вспоминать уже. Началось в моем замечательном родном городе, я как раз был еще, помните, на каникулах. То есть я учился вот сейчас, где я живу, в этом городе. И в своем маленьком городке, 100 тысяч населения, я был на каникулах летом. Вот, соответственно, решил получить права. У меня друг до этого буквально только-только получил права, там в местной школе, автошколе. И мне посоветовал пойти туда, потому что он сдал с первого раза. Везде было нужно учиться по 3-3,5 месяца, а там учили за 2 месяца. И стоило, по-моему, 5500, что ли, ну, в общем, около 5000 рублей, что тоже считалось недорого. И вот, и поговаривали о грядущем удорожании, ну, что-то в этом роде. В общем, я пошел туда. Ну, теория, билеты, все это, конечно, ерунда. Что 2 месяца это дело зубрить, что 3. Выучил я все это довольно быстро. Другое дело практика. Стал учиться я, повезло мне с инструктором. Веселый такой был паренек, Серега. Дружно мы с ним веселились. Была в нем такая шестерка. Ну, причем хорошая, бодрая шестерка. Прям бодрая шестерка. Потому что он, я так понимаю, за ней хорошо их отследил, там, ну, да, все. И, ну, началось все с того, что слишком долго мы на автодроме провалялись. То есть, все время ездил на автодром. Я там уже все выучил, и так, и сяк ездил. Поздно, ну, потом я уже понял, что я поздно выехал в город. Вообще, советую, если учитесь на права, сразу старайтесь в город уже ехать. Потому что там самое сложное. Билеты выучить ерунда. Выучите, сдадите. Автодром сдавать тоже быстро, на самом деле. Когда вот сдаешь на права, сам автодром сдавать и пересдавать быстро. Там ничего сложного. Приехал с утра, быстренько там сделал все эти упражнения, уехал. Город, самая сложная вообще сдача города. Поэтому по максимуму старайтесь поездить по городу. На автодроме вообще поменьше заморачивайтесь. Можно, в конце концов, там, с друзьями приехать на автодром. Там, ну, в любое время суток, ночью, там, вечером, еще когда, когда там никого нет, потренироваться на чужой машине, на своей, там, еще на чьей-то. А на машине инструктора можно ездить по городу, ну, потому что ты так без права же не имеешь права ездить по городу. Короче, сразу старайтесь в город. Ну, а я, блин, половину, наверное, всего вождения проездил на автодроме. Потом поехали мы в город. Начали там постоянно ругаться с этим, с инструктором, с моим. Ну, так мы, конечно, в прикол все время шутили друг над другом. Но, бывало, даже всерьез у нас были намерения, как-нибудь взять перчатки и поколотить друг другу рожей. Вот. Все время я над ним прикалывался. Он надо мной прикалывался, ну, потому что задолбался, мне, что попало, говорил, там, ржал надо мной, там, еще всяко подкалывал. Едем, там, машина крутая. Я говорю, о, я себе такую куплю. Он говорит, у тебя такую машину вообще никогда в жизни не будет. И тому подобные всякие истории. Вот. Я у него, наверное, блок сигарет, наверное, расстрелял за все наше вождение. Тогда я еще курил, но это, говорю, очень было давно лет. Ну, давно. Вот. В итоге. В итоге что получилось? В принципе, ездил я более-менее нормально. Я к тому времени уже, у меня была ласточка. Ну, как у меня, у родителей была такая, там, у родителей, у брательника была такая старая-старая ласточка. Как у Гены Букина. Пятерка старая, красная. На ней, знаете, садишься, там такой спортивный руль подозрительный. И едешь, как будто куча просто винтов, каких-то гаек и болтов. Все еле-еле сцеплены. И вот все под тобой вот так вот трясется и того, гляди, развалится. Там, на кочку наезжаешь, там, вместо динамиков был магнитофон какой-то, половинка старого магнитофона китайского. Она хлоп отваливалась. Ну, вообще была интересная пятерочка, ласточка. Вот. Такая первая самая. На ней я потихоньку, там, по гаражам ездил, там гонял. И выезжал, значит, в город. Можно было выехать, там, на центральную улицу, а еда за дворками, за дворками. И там, по задворкам я, короче, по городу даже тихонько ездил на эти ласточки. Тогда, значит, огромных штрафов не было таких. Прямо огромных. Вот, помните, там, за езду без прав, ну, максимум тысячи-полторы, по-моему, мне грозило. Вот. Ну, в общем, как бы нормально. Но меня ни разу не остановили. Хоть я и ездил по городу на этой ласточке на своей. И вот наступил день сдачи. Так как я вот с автошколой сразу, там, довольно все это быстро. Автодром с первого раза сдал я. Билеты, соответственно, тоже там. Я вообще, ноль ошибок у меня всегда было. Город. Тут и все. Сели. Поехали. И все было, в принципе, нормально. Лето. Там такой городишко. Блин, машин тогда вообще практически не было в городе. То есть, по пустым дорогам ездили. И стал я поворачивать. И вот я поворачиваю. И гляжу, что из кустов на противоположной части, в стороне дороги, выбегает какой-то мальчуган. И причем я уже проезжаю пешеходный переход. Я что, чтобы его пропустить, я должен был назад уехать. Просто-напросто. То есть, вообще не вариант был никак. Ну, инспектор был неумолимым. Хрен зато у них, наверное, там какой-то план по не сдавшим, что ли. Ну, как всегда. Вот всех, кто не сдал, все по недоразумению не сдают. С кем не общался, никто не сказал. Да, я виноват. Все по недоразумению. Короче, такая же фигня. Я уже был на этом пешеходном переходе, когда я из кустов выбежал какой-то мальчуган. Ну, и все, соответственно, не сдал. На следующий раз я... Это было уже в августе причем. Мне уже надо было на учебу ехать. Соответственно, чтобы сдать в следующий раз, как оказалось, в другом городе, где ты не прописан. Я не прописывался почему-то. Ну, короче, что-то я решил сдавать у себя. Вот, приехал, говорю, давайте я в следующую салюту. Нет, только с автошколой. С автошколой нужно там раз в месяц, там, или раз, два раза в месяц. Короче, как-то нужно было подгадывать, потом проходить еще обучение. Второй раз я поехал, подготовился, там, приехал, еще взял дополнительное вождение с инструктором. Причем там дорого, рублей 500, по-моему, за час было. Я, короче, поехал опять. Все прекрасно, еду, еду. И повезло мне в час пик. Ездил, ездил, третьим, по-моему, я сел. Ну, получилось так, что третьим я из машины. До меня двое не сдали. Я сажусь за руль, еду. В час пик, я, как я говорил, уже ездил. Все нормально, ездил, ездил. И едем к рынку. И он мне говорит, будем поворачивать направо. Соответственно, там две полосы. Я еду по крайней левой. Вот, потому что прямо только прямо можно. Там стрелка на светофоре. То есть, направо только направо. И прямо перед самим светофором на парковке стоит газель вот так вот. И из нее лестница торчит. На половину дороги, на половину проезжей части. С этой стороны машины едут. То есть, там уже на светофоре стоят. Мне некуда, даже перестроиться некуда. И я, к сожалению, был неопытен. Не знал, что сделать. И еду, короче, в эту лестницу. Лестница уже практически в стекло сейчас должна была гаишинку врезаться практически. Я тихонько-тихонько. Нет бы остановиться. Я не знаю, что-то как-то объехать. Я думаю, остановлюсь. Все не сдал. То-то-сё. Там перестраиваются. Значит, помеху по-любому создам. Потому что там поток. Там уже некуда перестраиваться. Тоже не сдал. Прямо тем более проезд. Ну, короче, как это всегда бывает у тех, кто только за рулем садится. Там руки трясутся. Эй-то у меня выхватил руль. Затормозили мы. Все не сдал. Расстроился я. Еще там месяц, по-моему, прошел. Или два месяца прошло. Потому что уже началась учеба у меня. Учеба, работа туда-сюда. Я уехал. Соответственно, мне приехать сложно. Выходные нельзя сдавать. Потому что автошкола сдает только в будние дни. Нужно договариваться. Чтобы перед этим, чтобы еще допустили к сдаче города, нужно в автошколе несколько доп. занятий взять. Ну, я так понимаю, это такая хрень, короче. Выманивание денег дополнительных. Потому что доп. занятия дорого стоили. Вот. И еще плюс нужно было какой-то каждый раз в автошколу тысячу рублей, по-моему, платить чисто за организацию. За какую-то. Короче, хрен знает за что. В третий раз я стал сдавать. У себя там в городишке. Все там. Тоже сел, поехал. Все здорово. Ездил, ездил, ездил. Тоже сел. Я говорю. Ну, ладно, мне бал накинули за то, что в зеркала я не смотрел. Якобы. Ну, конечно, я поглядывал. Ну, можно там принять это. Разметку вроде как. Там ехал посередине. То есть, ни право, ни лево. А где-то там. Ну, пару раз было такое, что вроде как. Туда-сюда. За неуверенное вождение там еще бал накинули. Короче, четыре балла. Четыре балла. И я понимаю, что все, я к автошколе уже все. Там я маршрут выучил, знаю. Четыре балла. Я еду, радуюсь. Все, приехали к автошколе. Счастливый. Сижу. Последний. Выходи. И этот инспектор говорит, что ну все, говорит, в принципе, хорошо же ты ездишь. Но, если бы еще четыре балла, если бы, говорит, еще пристегнулся, то сдал бы уже. Блин. Тут я понимаю, что я всегда пристегивался. Тут я не пристегнулся. Вот с тех пор я всегда пристегиваюсь. Ну, практически. Даже если там сзади сижу, стараюсь пристегнуться. Вот это было расстройство, конечно, тогда. После этого. После этого. Пару раз я еще пытался сдавать у себя в городе. Но, ну, расскажу сразу. То есть, один раз я готовился, там еще брал доп. вождения, туда-сюда. К этому времени я уже у меня был скутер. Я нормально на скутере. Тогда еще права не надо было. Нормально на скутере. Везде гонял. И быстро. Ну, по-всякому. Я уже на скутере там, я не знаю, 20 раз весь город объездил. И вообще, я люблю, короче, двухколесный транспорт. Люблю велики. Всегда раньше любил на велики гонять. Очень люблю скутер. У меня такая есть мечта купить себе Матак или Макси-скутер. И гонять уже на Матаке или на Макси-скутере. Обязательно я себе его куплю. Вот. В своем родном городе у меня там вот есть мой маленький скутер Патрик. Так я его называю. Потому что он Патрол Трафик вместе с Патрик. Вот. Верный мой друг. На нем я вообще исколесил. Куда только я не ездил. Ну, здорово. Едешь там по городу, 60 километров в час. Это, ну, выше крыши, короче, хватает. Это вообще здорово. Тем более, по любой дороге. Там переезд, не переезд. Пробки нет. Просто-напросто. Всех объезжаю всегда. Ну, здорово. Вот. Ну, и, соответственно, на машине на это я тихонько уже по городу гонял. И вроде уверенно. Все нормально. И езжу, и все. Ну, блин. Постоянно мне не фартило с сдачей. Просто в ГАИ я сдать не мог. Потому что я учился в городе. И по каким-то тупым правилам я не могу в ГАИ сдавать. Я должен сдавать обязательно с автошколой. Потому что у меня друзья многие учились в другом городе. И так как учились в другом городе. Или, а короче, где ты прописан, там ты и должен сдавать. Если ты прописан в этом городе, ты в этом городе должен сдать. Либо делаешь прописку, временную регистрацию. Временная регистрация тоже катит. И там идешь к начальнику ГАИ. Подписываешь разрешение на сдачу. А так, в принципе, если ты в этом городе прописан, там ты и должен сдать. И при этом, если ты в этом, по крайней мере, в моем городе так, если ты здесь учился в автошколе, то ты не имеешь права просто в ГАИ сдавать. Ты должен сдавать именно со своей автошколой. И, короче, меня это больше всего напрягало, потому что все время было среди недели, все время я приходил и вот такие вот внеочники, которые не сдавшись до этого, сдавали в последнюю очередь. То есть, он приходит, выучила автошколу, партию учеников, и вот у них день сдачи. Сначала все сдают, а потом только ты. Я там стоял с мужиками, я там уже перезнакомился со всеми на сдаче, потому что бывало целый день ты там стоишь, целый день на улице стоишь и мерзнешь, переминаешься с ноги на ногу с 8 утра до 5 вечера и не сдашь, потому что тупо очередь не доходит, короче. Там были мужики, мужик, они говорят, я в такси работаю, я уж тут семью вожу, не боюсь, прав нет, на права пытаюсь сдать. Я не правда сейчас думаю, как он вообще там ездил, но он, видимо, долго уже ездил, я знаю такие случаи, люди ездят по нескольку лет без прав, и нормально, никто их не ловит. Они просто ездят днем, ездят трезвыми, ездят по проверенным маршрутам на работу, сработают. Я говорю, был знаком уже со многими людьми, чуваки с Москвы приезжали, в Москве учится человек, тут выучился так же по дурости, там летом, два месяца его привлекли, вот это крутой, крутой автошколы, а потом сдать не может. Ну и автошкола, соответственно, бабки получают за то, что ты постоянно дом вождения берешь, постоянно оплачиваешь за вот это проведение, лишнюю штуку, непонятно за что. Короче, три раза я так пытался сдать, один раз вообще было такое, что я, блин, посреди недели на работу забил, с учебой тоже как-то дела уладил, короче, все подвину, еду в 8 часов вечера, я еду на последнем рейсе автобуса туда, в город буквально, к себе, и мне в 8 вечера уже в автобусе, я еду в середине дороги, звонят с автошколы и говорят, что извините, мы не сможем вас завтра поставить. Я говорю, как, я за месяц уже бронировал место в сдаче, они, извините, не получается, людей слишком много, тех, кто повторно сдает, мы не сможем. Охренеть, когда, говорю, сможете? Ну, через неделю, через две, через три позвоните. Блин, я вообще там места себе не находил. И вот так вот каждый раз мне нужно было на проезд туда-сюда потратить, на допождение пару тысяч потратить, на организацию, на пошлину, еще, короче, рубля четыре, три, ну, около трех рублей мне каждый раз эта пересдача стоила, которую ты еще не факт, что сдашь. В маленьком городе, где нет машин, я вот сейчас приезжаю, там нечего ездить, там, с закрытыми глазами можно ездить. Вот. Прошло, короче, где-то год прошел, или два года прошло. В один прекрасный момент, ну, видимо, не так сильно были нужны права, я решил, что права мне необходимы. И я решил сдавать здесь у себя, в Ижевске, пошел, короче, сделал регистрацию с этой регистрацией, пошел в ГАИ, подал все документы, взял разрешение там тоже у начальника на то, чтобы можно было мне здесь сдавать, в этом городе по регистрации. Вот. Познакомился там, ну, один, кто-то мне, короче, посоветовал нормального инструктора, я с ним созвонился. Занятия три или четыре, по-моему, я взял, у него нормально, весело поездили на фиесте, по городу я, причем, блин, ни разу не ездил по такому большому городу, где трамваи ходят, там, где четыре полосы в одну сторону. Вот так вот тоже, опять же, ездил я. Причем у себя-то на скутере, там, я гоняю, вообще, вообще, говорю, с закрытыми глазами могу на скутере ездить, у меня зрение минус три с половиной, я как-то раз еду, и уже далеко проехал, куда только не съездил, и что-то чувствую, что, блин, что-то не хватает. И понимаю, что поехал без очков на скутере, и ничего, нормально, все, как бы, там уже, знаешь, знаки, а тут, в большом городе, два раза мы проехались, ну, и все, я пошел сдавать. Пришел сдавать в ГАИ, причем, там, сейчас в ГАИ гораздо проще все это, чем не через автошколу, здесь-то я не учился в автошколе в этом городе. Оказывается, кстати, здесь тоже, вроде как, только с автошколой можно. Ну, хрен, не знаю. Самое главное, что, если ты в другом городе учился, а в этом сдаешь, то можно сдавать через ГАИ. А в ГАИ, как пришел, там есть такой аппаратик, выбрал на сдачу, он сам тебе назначает ближайшую дату сдачи, либо на ближайшую, либо там сам выбираешь, когда еще можно. Все, получил талончик, с этим талончиком приходишь. Все элементарно, никак там через автошколу тебя никто не подведет. Пришел, с первого раза сдал билеты по билетам, с первого раза, потом следующая тема автодром. Все тоже в автодроме знаю, все нормально. Приехал на автодром, и причем еще автодром вообще конкретно за городом. За городом, каким-то боком, я там даже на конечное какого-то там маршрута автобуса не довозит, там еще пешком надо пилить, либо с ГАИ газелькой возит. Я эту газельку как-то пропустил, решил сам быстрее доберусь, потому что ехал с работы, там выдернул тоже себе время, думаю, надо съездить, ну и поехал сразу напрямую. Короче, добрался еле-еле на каких-то перекладных автобусах, международних практически. Нашел с трудом в полях где-то этот автодром, но пришел вовремя. Пришел вовремя, думаю, дай-ка я самый хитрый, там есть какие-то инструктора, этих ГАИшников не было еще. Думаю, пойду-ка я попробую. С одним договорился, за деньги, короче, он мне сказал, какие сегодня будут элементы. Сел, сказал, я буду на этой машине, там три машины было или четыре. Короче, думаю, вот на этой машине буду сдавать. Сел, короче, сидушку под себя подстроил, там он мне показал, говорит, подушечки тут есть, если что, подкладывай там. Все, проехался, все элементы сделал, все довольный, заплатил ему там сколько-то, рублей двести. И бац, короче, оказывается, что тут какая-то пошлина. Потом, что тут нужно пошлину, короче, тоже рублей двести пятьдесят заплатить. А у меня всего рублей триста с собой было. Я не знал, что там надо будет платить еще что-то. Что делать, у меня полтинник. Я пытаюсь договориться с людьми, говорю, давайте я сейчас сдам, потом отдам. Туда-сюда. Они говорят, нет, нельзя, не положено, квитанцию выпишем, все, пойдешь сдавать. Короче, я звоню брательнику. Брательник там с работы тоже кидает, все едет. А ехать ему там через весь город. Ладно, он и успел, там уже начали сдавать. Он успел, приехал, там где-то встал, деньги мне дал. Я пошел быстренько, чуть ли не самый последний. Сел в ту самую машину, в которую я хотел, как бы, да, подготовился. Сажусь. И причем все сдающие стояли где-то там за линией, за чертой. Здесь на территорию, как бы, автодрома нельзя заходить, где сдают. Я сел, гаишник там остался. Мы поехали. Ну, я начал ехать. Значит, и нужно было выполнить эту парковку в гараж, где задом сдаешь. Вот. И я, короче, начал выполнять эту парковку в гараж. Проехал, начал, значит, заруливать задом назад туда. И притормозил, ну, чтобы посмотреть, как там точно, поточнее заехать. Чтобы медленно, но верно заехать. И тут слышу совсем рядом голос. Давай, давай, еще назад немного проедь. Я по инерции назад немного сдаю. Поворачиваю угол. И смотрю, все, значит, люди, как люди, стоят там вдалеке, где надо за чертой и ждут своей очереди. Мой брательник, самый умный, подошел вплотную, вышел на автодром, подошел вплотную к моей машине. Встал вот у меня у окна и мне советы дает. Я ему говорю, ты что, уйди отсюда. Нельзя. И все, меня гаишник сразу выдергивает. Все говорит, что это за подсказки такие. Типа за подсказки все. Блин, вот и на брательниках был зол. Я говорю, ну, блин, запорол мне весь экзамен. В общем, такая фигня. Потом, поэтому смотрите, чтобы никто не подсказывал, он поблизости не стоял. Это я не знаю, что он сам сдавал на права. Причем мы с ним учились практически одновременно. Только он три месяца пошел в нормальный ДСАФ учиться. Три месяца отучился и нормально сдал. По-моему, со второго раза, что ли. А я, блин, в этой интересной школе два месяца проучился. Типа супер круто. И, блин, сдавал потом пару лет. Короче, не сдал я тогда. Потом в другой раз, там, по-моему, недельки через две, опять же, через этот аппаратик уже билеты не сдавал. Пошел на автодром. Хлоп, тоже сразу с первого раза сдал. Вот. Ну и город. Город, это такая всегда геморрой. Там целый день тоже так же тут стоишь. Там все еще переживают. Куча вот этих баб, которые, ой, вот нужно вот на эту сесть. Или там сегодня вот этот вот инструктор, который, короче, плохой инструктор. Там лучше вот к этому. Или лучше вот я пойду на 14-ю. Нет, я вот пойду на Логан. И все трясутся, короче. Какие-то суеверия распространяют. Очередь непонятная, как движется, короче. Но потом оказывается, что нет очереди просто по списку, там, фамилии. Ну, короче, я поехал. И город сдал с первого раза. Вот. В принципе, и все. Единственное, что я хочу сказать, может быть, конечно, это меня не красит. Ну, что поделать. Ну, езжу, как я езжу. У меня, как-то, говорю, больше душа лежит все-таки к двухколесному транспорту. Я люблю мотоки, люблю скутер. Вообще, обожаю скутер. Говорю, куплю себе нормальный Макси-скутер и буду рад. Вот. Люблю велосипеды. На машине тоже сейчас люблю ездить. Даже мне нравится. Я отдыхаю уже, научился. Сначала вообще потел я просто, когда ездил. Прямо в... Я помню, как сдал на права. Это было лето, жара. Первый раз я по городу проехал. Тут по основным улицам, где прямо поток. Где ты едешь и даже непонятно, как перестроиться, когда со всех сторон машины жмут. Вот. Я потел так, чтобы рубашку можно было выжимать, наверное. Вот сейчас еще езжу. И бывает еще и через весь... Через четыре полосы, когда вот с работы еду, там через четыре полосы плотником, короче, пробка в четыре полосы. И ничего, нормально, пролажу там, мигаю всем. Спасибо, говорю. Вот. И... А тогда, когда я твердо решил, что сдам, я вот этот город... Ой, автодром сдал совершенно сам. Билеты тоже сам сдал. А вот непосредственно за город я подстраховался. Скажем так. Назовем это так. Чуть-чуть подстраховался. Потому что понимал, что каждая сдача, это также потерянный день на работе. То есть, деньги за день потраченный, там, ну, это взял от Google, например. Это дополнительное вождение, например, если я хочу более убедиться, что я реально круто езжу. Ну, и все вот эти дела. Поэтому я немножко подстраховался. И, соответственно, сдал с первого раза. И это мне обошлось в любом случае дешевле. Ну, причем сдавал официально, нормально, как бы. Вот. И что в итоге хочу сказать. Сейчас, вот, когда собираются вести вот эту пошлину в 6 тысяч рублей, это просто-напросто, но хотят еще больше увеличить стоимость прав. Я не знаю, это хотят, чтобы только вот эти буржуи все там на крузаках ездили, получается, там, с правами. Которые, в общем, я так понимаю, просто хотят пересадить все это, всю чернь. Всех обычных людей хотят пересадить на автобусы, на эти скотовозки, чтобы ездили в скотовозках и давились там друг с другом. В тесноте, да не в обиде бывает. Ездишь там, я помню, едешь на работу зимой, когда ты еле втиснулся в автобус, он еще ломается по пути. Ты едешь там вместо положенных 15, ты едешь 50 минут на работу, там давка, воняет. Там, ты приедешь туда в истоптанных ботинках, в помятой потной одежде, и ты за это еще должен заплатить цену билета. Я вот бывало, ехал в таких автобусах и прямо хотелось спросить, за что я плачу? За что я плачу? За то, что меня вот это из скотовозки подавили, и всех вот этих людей со мной, пенсионеров, там, девочки маленькие с портфелями, с огромными, которые больше них. За то, что их давят, за то, что мамаши там с ребенком на руках, она ее вот так вот сожмут всю. За что она платит там 20 рублей, сейчас, я не знаю, 17 рублей, по-моему, проезд стоит у нас в городе, или 18. За что они платят? И сейчас хотят всех туда загнать, потому что, чтобы еще больше поднять вот эту пошлину, чтобы каждый раз ты по 6 тысяч там вывалил. Ну, даже не по 6, если там отдельно город, например, 3 рубля, там, 2 рубля, может быть, автодром и рубль. По 3 рубля ты должен каждый раз только за попытку, за то, чтобы целый день ты простоял там. Ну, это все будут покупать права, все поголовно будут доплачивать, чтобы реально сразу сдать. Вот, что могу сказать. Поэтому, если есть возможность пока сейчас, сдавайте так, сдавайте в ГАИ, делайте регистрацию, там, еще что-то. Короче, сдавайте лучше через ГАИ, а не через автошколу, там, гораздо быстрее все это идет. И сдавайте сами. Если первый раз не сдал, лучше подстраховаться и нормально сдать. Потому что, вот как-то, когда ты без инструктора, без инспектора, садишься и едешь сам, тихонько ночью по дворикам сначала, чтобы просто научиться, научиться более-менее чувствовать дороги, привыкнуть там к тому-сему. Ну, ты начинаешь ездить на самом деле нормально. Вот такая вот история затянувшаяся с моими правами, про то, как я их получил. Сейчас уже, слава богу, практически три года скоро будет, ну, через полгода будет три года. Следующим летом, ну, больше, ну, в общем, следующим летом, в начале лета, будет три года, как я получил права, стал счастливым обладателем. Нужно сейчас ее нам а так быстренько сдать, пока еще не ввели вот эти вот огромные пошлины, когда нужно покупать билет, покупать права обязательно. Вот, в принципе, и все. В общем, всем удачи в сдаче. И ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Пока.